Всем привет! Давайте в этом видео рассмотрим такое в 3D моделировании как 3D локация и окружение. Что это такое? Как это можно сделать? Вот когда вы уже научились лепить, у вас уже достойные, допустим, хорошие модели получаются, просто вот так вот их рассматривать, вам может быть становится уже скучновато, хочется чего-то большего. Что здесь можно сделать? Здесь уже тогда нужно добавлять окружение, остров, какую-то комнату или двор, смотря для чего вам это надо. Ну, давайте рассмотрим вот Тарзана. Раз он уже сделанный, уже модель выложена, теперь, допустим, хочется что-то еще доработать. Допустим, мы добавили к нему еще один объект, это вот Гориллу. Уже вроде веселее, хорошо так, но что-то не хватает. Если мы сейчас добавим сюда площадку, тоже что-то будет, ну, не то, чего-то будет не хватать. Ну, давайте попробуем добавить вот к этим моделям остров. Как будем его делать, с чего, сейчас покажу. Добавляем, жмем Append, добавляем куб, переключаемся на него, вот эти модели пока можно отключить. И вот теперь давайте с этого куба сделаем площадку. Заходим в геометрии, уменьшим пока, растянем по сайзу. Так, здесь мы его сплющим. И немножко, наверное, вот так вот раздвинем. Так, многовато. Вот что-то такое у нас получилось. Даже можно еще, наверное, уменьшить чуть-чуть. Вот когда у нас такая площадка, заготовка уже есть. Теперь давайте добавим гору. Раз это джунгли, должна быть гора. Опять же зайдем в Append. И что можно выбрать? В принципе, можно делать с любой такой детали. Давайте возьмем сферу. Переключимся на сферу. С помощью Skyl ее чуть-чуть уменьшим. И с помощью Moff поставим на нашу площадку. Не волнуйтесь, без разницы, опустится она ниже, выше. Там потом все это подправится. Так. Вот так мы ее поставим. Где-то вот здесь будет у нас гора. И теперь с помощью Moff топология придадим ей внешний вид. Вот так вот вытянем. Здесь чуть подправим. Вершину можно чуть-чуть вот так подкорректировать. Ну, пускай пока вот так она останется. Теперь можно ее доработать с помощью Claybird. Буду вот так вот что-то долепить. Вот так накидать. В принципе, создать внешний вид горы. Где-то добавить побольше объему. Вот что-то такое у нас получается. Вытянуть можно еще вершину. Немножко тут доработать. И заняться немножко задним фоном. Вот так все это будет выглядеть. В принципе, пойдет. Давайте теперь сетку посмотрим. Сделаем сразу, пока мы детали не делаем, сделаем Dynames. Чуть поменьше. Вот так сетка изменилась, уплотнилась. То есть, можно сразу ZRM сделать. Или работать пока вот с Dynames. А потом перед тем, как детали будете уже делать, мелочевку, какие-то доработки, тогда уже можно перед этим сделать ZRM. Вот такая у нас скала получилась. Добавим дилайдов немножко. И можно поработать вот этот полиш. Взять кисть и немножко вот так где-то прижать. Потом где-то оттянем, где-то подровняем. Прибавить драфт сайз можно. И вот так вот подкорректировать выступы. Вот таким образом. Так, теперь что еще можно сделать? Переключимся. Так, давайте у кого есть, зайдем в Ликбокс. Нажмем Tool. И воспользуемся вот этими кистями. Вот уже кисти камней есть готовые. Вот давайте вот эту кисть включим. Вот здесь она появилась. И потихоньку. Вот так вот можно где-то их нанести. Добавим еще дилайдов. Вот так вот на склоне можно побольше сделать. Где-то поменьше. Вот так. Это вот как еще один вариант. Можно их вот так прям скалу оформить большими валунами. Потом еще дорезать, докорректировать. Есть еще один способ. Это... Так. Отключим Ликбокс. Нажимаем Brush. И вот здесь у нас уже есть готовые камни. Брикс. Вот и нажимаем M. Вот у нас уже заготовки есть. Убираем Subdivide. И вот так вот их можно где-то тут вот так понаносить. Вот что-то такое получается. Снимаем выделение. Ну вот уже веселей получается. Теперь, ну это ж джунгли. Надо добавить каких-то камней, допустим, да? В смысле, извините, деревьев. Опять же, если у вас уже заготовки есть, то можно их просто поставить, ну, установить на эту площадку вот деревья. Вот так они вот выглядят. Вы можете их сделать сами. Ствол в принципе понятно, как сделан. Его со сферы вытягиваешь. Можно работать, опять же, с помощью з-сферы вот этой. Или можно использовать просто взять сферу. Вот сферу. И просто с нее вытянуть, подкорректировать, кое-где сделать. Ветки уже понятно, с цилиндров можно или просто вытянуть. Затруднений у вас не будет, надеюсь, с деревьями. Листья. Это вот уже не так сложно тоже сделать. Можно взять, допустим, опять же, любую, любой примитив. Можно вот цилиндр взять. Добавить ему дивайдов. И просто обрезку ему сделать. Вот эту вот часть нам надо. Вот эта вот часть. И как раз лист заостряется. Вот это будет кончик. И так далее. Резать можно, опять же, с помощью вот этой клик-курус. Вот что-то уже на лист похоже. И теперь можно использовать вот эту кистью Trim тоже курс или как-то там. Уберем, опять же, сабдивайды, выровняем. Вот такой лист может получиться. с помощью, опять же, мофта топологи ее можно подкорректировать, где-то подтянуть, где-то еще вытянуть. Включить симметрию можно с помощью симметрии. И вот такой, в принципе, лист у нас может получиться. Опять же, после доработок и после некоторых манипуляций тоже нужно этим заняться будет. Ну, вот что-то такое. Здесь можно чуть-чуть уменьшить. вот так вот сгладить все это дело. Сделать, может быть, еще потонше вот эту кромку. И вот такой вот лист выходит. Так, ну, что теперь дальше можно сделать? Откроем опять нашу гору. Вот так вот. И теперь с помощью Append добавим наше дерево. Сейчас переключимся на него. Вот так вот. Вот так оно у нас установилось Мы его развернем И с помощью мов Перенесем на наш остров Дерево слишком большое Уменьшим И теперь с помощью Вот этого мов включенной И зажмем control Давайте немножко их Размножим Вот так чтобы они Внешний вид Где то можно вот так глубже посадить Дерево, где то можно его Одно дерево сделать Побольше допустим Вот так вот вытянуть И вот так вот вы это все дело здесь Размещаете Так На горе можно кусты разместить И так далее Так, ну что еще можно тут добавить Давайте добавим песок Сначала площадка у нас вот Будет вот такая у нее сетка Давайте площадки опять же сделаем Или за ремеш Или дайномеш Ну давайте дайномеш сделаем И следом за ремеш Теперь можно отключить вот эти все Наши доработки Отключить видимость сетки И давайте теперь песок Добавим Включим стандартную кисть Альфы возьмем Уже Те которые мы Делали Текстуру кожи Вот они вот эти Восьмая и седьмая Так, теперь возьмем Можем Дракрек включить И прибавить кисть Побольше Добавим дивайдов Можно побольше Потом это все уменьшится Будет нормально выглядеть И вот так вот Типа галька Также можно Поменять ее Поставить восьмерочку И уже будет другая кисть Вот так вот И добавим Волуны Вот так вот Что-то такое Вот такой внешний вид Получается у нашего Песка Можно сделать интенсивность Поменьше А эту побольше И вот так вот Кучеряво сделать все Когда мы теперь Установим вот это Вид вы видите уже Более Прикольный Вот что-то такое И вот теперь сюда Можно поместить Нашу модель Тарзана 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 Так как деревья у нас Большие Тарзана Надо сделать еще Поменьше Вот где-то Вот таким образом И сюда Можно добавить уже Гориллу Таким же Макаром Тарзана Таким же Тарзана Таким же Тарзан Тарзана Тарзан Теперь немножко доработаем наши деревья с помощью вот этой кисти Trim Rack. Давайте их чуть-чуть обрежем. И обрежем также нашу гору. Здесь можно добавить море, реку, ну что угодно. Вот такая вот есть штука. Также можно потом к этой площадке в будущем, вот к этой площадке, сделать еще какие-то дополнения и просто пристыковывать. Получится какой-то, ну прям большой остров, мир, который вы здесь можете сделать. Также все это раскрасывается, как в прошлых видео. Включаем нашу гору, отключаем вот эти вот альфы, ставим нормальную кисть в строку и переключаемся на RGB, отключаем зад. Выбираем цвет и ставим световой материал. Вот этот можно желательно белый. Вот этот можно белый. И вот таким образом вы полностью раскрашиваете, потом можете объединить это все в один саптул и у вас получится уже нормальная визуализация. Также персонажей можно уже готовых, уже готовых, раскрашенных сюда вставлять. Остров сделать отдельно. Карзаны я не буду раскрашивать слишком долго. Здесь вот можно еще оттенки придать. Вот так вот этим камням. Просто переключитесь на гору. Выберите свет чуть-чуть посветлей. Уменьшите интенсивность. Драфт сайз уменьшите. И вот так вот. Вот здесь вот так вот можно попроходить, где-то осветлить какой-то угол, откуда будет солнце падать. Вот так. И в конце, когда все у вас уже сделано, вы просто BPR можете нажать, чтобы у вас изменился вид и сохранить вот эти вот все ракурсы в рендере. Вот что-то такое у вас получается. Уже тени появились. Можно также изменить в лифт вот эту свет, откуда будет падать. Вот уже веселее. По-моему, прикольней. Так, какими можно еще здесь пользоваться кистями? Ну, опять же, вот если вы скачаете вот эти вот кисти, ссылку я кину. Это ВКонтакте, кто зарегистрирован. Есть группа, в которую вот бесплатно можно скачать вот такие вот штуки. Вот так вот. Вот ими можно пользоваться. Вот включать трещины. Вот так вот. Вот уже гора более-менее треснутая, нормальная. Все, всем пока. Вот такие вещи можно сделать. А, что еще хотел сказать. Площадку можно также сделать в цилиндре. Включайте цилиндр. И вот как вы раньше делали, по видео, если может кто делал, заходите инициалайзер. И вот здесь вот дивайд, если уменьшать, у вас вот площадка может вот такая получиться. Так, что еще тут можно... Можно ее тут вот так вот отрегулировать. По сайту сплюснуть. И потом, когда вы заходите, делайте Make Polymesh, немножко поработав, допустим, в геометрии. Вот так. Вы потом можете делать вот эти площадки, делать как соты. Вот так вы ее вытягиваете. И с помощью ротации можно ее чуть-чуть подкорректировать. и, допустим, прибавить другой участок какой-то земли, еще чего-нибудь. Ну вот, где-то вот так вот. Все, всем пока, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok